Дональд Трамп потребовал отстранить от власти спикера Нижней Палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Глава Белого дома обвинил ее в госизмене. Пелоси инициировал расследование против президента, которое может окончиться импичментом в главе государства. По словам Трампа, Пелоси знал о том, что Комитет по разведке Палаты представителей дает неправильную расшифровку его разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Президент США Трамп предложил отправить в отставку председателя Нижней Палаты. Правильно слово председатель? Спикер Пелоси. Я об этом говорил в мае 2017 года. Что неизбежно обострение обстановки внутриполитической. Одни будут пытаться свалить Трампа. Трамп будет защищаться и будет стараться поставить неудобное положение конгрессменов. В Сенате у него большинство. Это еще раз показывает наш прогноз правильный. Даже вот и двух лет не прошло. Ровно два года было в мае. Обстановка обострилась. Палата представителей начала процедуру импичмента. По-русски отправление в отставку президента. А президент предлагает отправить в отставку председателя Палаты представителей. Накануне в Госдуме прошла встреча первого заместителя председателя парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Савельева с делегацией из Китая. Речь в частности шла об эффективных способах борьбы с коррупцией. Прошла встреча вот в этом великолепном зале комитета по международным делам с делегацией Китая, с делегацией контрольных органов Китая. Обсуждались вопросы борьбы с коррупцией. Ряд вопросов коллеги задали. Мы соответственно ответили на них. Они также со своей стороны поделились с нами теми методиками, которые они используют в Китае для борьбы с преступлениями коррупционной направленности. Поделились результатами, которые они добиваются. Соответственно, уточили у нас, как построена работа в этой части внутри партии. Мы рассказали, что внутри партии существуют контрольные органы. Также рассказали, что мы не допускаем выборы тех людей, которые были осуждены даже за небольшие преступления. Но, соответственно, получили приговор. Мы договорились об обмене информации на регулярной основе с контрольными органами Китая в части передовых методик и в части результатов, которые добиваемся мы в Российской Федерации и добиваются они в Китае. Владимир Жириновский выступил против искажения русского языка. Лидер ЛДПР призвал выпустить документы, в которых были бы зафиксированы нормы языка. Парламентарий предположил, что такая мера убережет представителей СМИ от неправильных формулировок. Через Комитет культуры мы будем настаивать все-таки, чтобы ввести какие-то правила по нормативам русского языка. Кто-то нас заставил пять лет назад говорить не на Украине, а в Украине. Теперь, мне кажется, пора вернуться к нормам русского языка. Это касается и других стран. То есть должен быть словарь, и там и предлоги, и произношение. Киргизия, тысячу лет говорили, последние 20 лет навязывают понятие Кыргызстан. Нужно гортань выворачивать наружу, чтобы правильно произнести на кыргызском языке название. Зачем? То есть есть нормы, устоявшиеся столетиями. И это унижает русских, русскую культуру. Мы же не говорим в Камчатке. На Камчатке, на Сахалине, на Кавказе, на Украине. И многие такие устоявшиеся обороты речи. Поэтому нельзя язык коверкать. Мы будем настаивать, чтобы как-то эти нормы были закреплены. В основном это телерадиоведущие. Они называют страны, иногда употребляют ошибочные предлоги и так далее. В Хабаровском крае составлен рейтинг недовольства жителей региона. За минувший год он значительно изменился. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Фургал. Самый больной вопрос для хабаровчан теперь связан с обманами строительных фирм. Изначально застройщики заявляют проект трехэтажных домов, а на их месте вырастают многоэтажки. На втором месте рейтинга проблемы в сфере ЖКХ и некорректное поведение управляющих компаний. В Хабаровском крае за последние 20 лет скопилось огромное количество проблем. Эти проблемы вылились в серьезный отток населения с территории Хабаровского края. Демографическая ситуация сложная. Социально-экономическая ситуация сложная. Государственный долг – это тоже вопрос очень такой, будем говорить, для нас остро стоящий. Отсутствие градообразующих предприятий в малых городах и совершенно разбалансированная, будем так говорить, экономическая ситуация в сельской местности. Вот эти вот все вопросы, они вот как огромный-огромный ком легли на плечи нового губернатора. Сергей Иванович все правильно выстроил. На наш взгляд он сделал все, как должен был сделать, грамотный руководитель и политик. Вот та закалка, думская будем говорить, да, закалка, которую Сергей Иванович получил во фракции ЛДПР, она очень хорошо ему помогала в этот непростой год. Во-первых, он проехал всю территорию Хабаровского края, от юга и до самых северных территорий. Он изучил все проблемы на местах сам лично. У него есть такая хорошая черта, то есть он такой, у нас не всегда в хорошем смысле слова, доверяет тем отчетам, которые ему представляются. И все те проблемы, первое, что он ставит для себя, увидеть на местах. Поговорить с простыми людьми, узнать, как люди простые видят проблемы и их решения. Не ограничиваться формальными отчетами, а увидеть ситуацию на месте. Вопросы жилья болезненны во всех регионах, отметила сенатор от Хабаровского края Елена Гришникова. Она отметила, что в первую очередь губернатор Сергей Фургал бросил все силы на решение вопросов в социальной сфере. В частности, занялся решением проблем обманутых дольщиков. Жилье. Жилье, оно в каждом регионе, это наиболезненная проблема. Сергей Иванович в этом году, он занимался вплотную проблемой обманутых дольщиков. Есть подвижки в этом плане. По недостроям, которые на территории города Хабаровска и Хабаровского края. По расселению из ветхого аварийного жилья. Потому что для нас как-то странно, почему проблема аварийного и ветхого жилья осталась как-то нерассмотренной в предыдущие годы. Это важнейшая проблема. И очень стыдно, когда в городе краевого значения такое количество вот этих вот убитых, замученных бараков, в которых просто нереально жить люди. Вот эта вот задача тоже наипервейшая. Плюс, опять же говорю, доступность авиаперелетов и авиаперевозок. Вся ценовая политика, которая складывается, опять же говорю, на северах, она складывается в том числе и от стоимости тех билетов и стоимости килограмма груза, который провозится именно авиасообщением. А у нас есть такие районы, что кроме авиасообщения больше никак не доберешься. Все это, конечно, обязательно будет в дальнейшем также продолжаться, оно не остановится. Будут искаться выходы из положения, такие рациональные выходы из положения, которые сведут к минимуму ту или иную проблему, связанную с этим вопросом. Российские автодилеры просят не повышать сбор на утилизацию машин. Соответствующее письмо было направлено в адрес президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Сейчас в правительстве обсуждается подобная инициатива. Ставка утилизационного сбора может быть существенно увеличена из-за девальвации национальной валюты. Дилеры указывают на то, что повышение выплат приведет к росту стоимости машин и спровоцирует вывод инновационных и современных автомобилей зарубежных брендов с российского рынка. Депутат ЛДПР Андрей Андрейченко отметил, что в первую очередь инициатива правительства ударит по Дальнему Востоку. Население Дальнего Востока и там, лишенное многих благ цивилизации, продолжает стремительно беднеть. И сейчас в правительстве обсуждаются еще две меры, которые будут способствовать того, что население Дальнего Востока обеднеет еще больше. Поэтому хотелось бы их обсудить, потому что, скорее всего, они будут вводиться с 1 января следующего года. Поэтому еще не поздно принять меры к тому, чтобы этого не допустить. Первая мера – это то, что Минпромторг обратился в правительство, обратился на Дмитрия Анатольевича Медведева и всячески пытается лоббировать увеличение утилизационного сбора на автотранспорт. На автотранспорт в целом, на любой. Во-первых, это ударит по карману всех дальневосточников. Понятно, что и всех россиян, но все-таки больше доли ввозного автотранспорта, праворульного транспорта приходится на жителей Дальнего Востока, которые и так не богатеют. Причем мы понимаем, что те цифры, которые существуют в материалах, говорят о том, что он поднимется более чем на 100%. Соответственно, цена вырастет значительно. Причем давайте разберемся вообще об этой природе утилизационного сбора. Когда он появился, зачем он появился. Некоторые говорят, что он способствует экологии. Но как он способствует экологии, когда до сих пор нет подтвержденных данных о том, что автомобили полностью утилизируются? Это, во-первых. Во-вторых, как он способствует экологии, если он бьет именно по электромобилям, которые как раз сохраняют экологию, и по гибридному автотранспорту. Потому что ни электромобили, ни гибридный автотранспорт на территории РФ и, соответственно, автопромом нашим, полностью отечественным автопромом, как мы понимаем, не производится. Некоторые говорят, что идет некая поддержка отечественного автопрома. Но, во-первых, почему она идет из кармана людей, в первую очередь дальневосточников, во-вторых, как она происходит, мы тоже в бюджете этого не видим. Соответственно, и самое последнее, что хотелось бы сказать по утилизационному сбору, это то, что автомобиль, если вы захотите на Дальнем Востоке утилизировать, внимание, вам придется заплатить еще один раз. То есть вы и так заплатили утилизационный сбор, потом вы платите за утилизацию еще раз. Как, возможно, такое двойное положение, мне совершенно непонятно. Но очевидно, что эта мера ударит по карману жителей Дальнего Востока. К этому часу у меня все новости. Оставайтесь на ЛДПР-ТВ. До свидания.